Так как случилась одна нехорошая, непредвиденная ситуация, и у меня испортилось это видео, мне пришлось его ускорить, потому что было испорчено и видео, и звук, и поэтому я его ускорила в 5 раз и покажу вам весь процесс в ускоренном режиме. Мы начнем с того, что сделаем подмалевок с помощью акварели, акварель я использую самую обычную, у меня вот такая вот детская бумага, у меня это пастельмат, небольшой размер, меньше чем 20 на 30 сантиметров, и используя те оттенки, которые в фоне, с фона мы начинаем, используем различные зеленые, фиолетовые, розовые, Мы намечаем фон, и уже по влажной поверхности я добавляю кустики, они тоже, конечно, растекутся, это понятно, но мы найдем и общую форму, и мы даже можем наметить с помощью коричневого и рыжего нашу белочку. Если есть белый в наборе, либо с помощью гуаши, вы можете поставить светлые участки, даже можно добавить несколько затемнений, а еще покапать на поверхность, чтобы получилось больше разводов. Если вы используете обычную бумагу, то обязательно сделайте вокруг рамочку из малярного скотча, чтобы ничего не убежало и бумага не была волнистой. Итак, когда у нас все подсохло, рисунок будет становиться более светлым, и мы начинаем проработку сухой пастелью. Здесь преимущественно будут идти пастельные карандаши, потому что формат небольшой, и захочется делать нам некоторые уточнения. Начинаю я с того, что намечаю белочку, уточню ее голову по размеру, намечу также тело, как она обхватывает и нюхает цветочек. Также нам нужно будет две задние лапки и пушистый хвост. Тут я решила, что фон я особо трогать не буду, я его оставлю вот таким акварельным, а прорисую кустик розы слева и сделаю, естественно, саму белочку и немного передний план. Начинаю я с зеленого нейтрального оттенка, он может быть не очень темным. У меня это коротоколор, такой изумрудный оттенок, кстати, красивый, то, о чем я тоже рассказывала, все потерялось, да, к сожалению, в замедленном видео тоже говорила про Forest Green, оттенок от Derwent, он есть, по-моему, даже в базовых наборах, он очень неплохой, и он может подойти вот для таких целей. Если есть теплые оттеночки, также их используйте. У меня здесь будет преимущественно два набора, это коротоколор и также штабелонабор. Там красивые зеленые, есть теплые разные. Для более ярких участков я использую различные желтые, получается насыщенный салатовый. Для затемнения вы спокойно можете использовать коричневые, можете использовать черные, перемешивать их вместе. Сначала я проработаю, коты играют на дальнем плане, все у нас, видите, одновременно. Да, поэтому сначала зеленые делаем на кустике, потом мы делаем все, что касается желтого, и потом сделаем розовые участки, иначе мы просто запутаемся, а там деталей довольно много. И смотрю, где у меня недостающие листики, там где нужно осветлить, я добавляю больше белого. База выходит, что это зеленый, черный, белый и остальные уже для дополнительных нюансов. То зависит от того, сколько у вас карандашиков. Очень неплохой оттенок желтой охры у Creta Color в наборе 24 цвета. Можно также использовать и пастельные мелочки. Сначала мы находим форму, где вообще желтые листики, и постепенно будем добавлять туда и светлые, и темные участки, чтобы они были разнообразны по цвету. Желтый должен получиться более светлым, чем участки зеленого. Немного растушевываю, так как там есть листики, которые находятся ближе к нам, и какие-то на дальнем плане. Вот те, которые вдалеке, мы их делаем более мягкими. Добавляем прорисовку на листики с помощью оранжевого, с помощью желтого. Можно осветлить. Осветляйте также белым карандашом. Ну, а затемнение можно будет добавить с коричневым, либо с красным, бордовым, например. Поэтому разные цвета сюда подключаем. Если не хватает где-то осветлений, то на зеленой веточке тоже добавляем белый, выделяем побольше. Смотрим, на каком расстоянии листики находятся рядом с самой белочкой. Вот у меня там чуть-чуть по-другому получилось. Какие-то листья у меня ближе к белке, где-то расстояние, наоборот, побольше. Но в целом главное, чтобы кустик был рядышком, и белка дотягивалась до цветков. Прорабатываем сейчас самые плотные и темные участки. Можно использовать темно-коричневый, можно использовать даже черный. Если черный, то очень аккуратно. И с тем же, с теплым коричневым, я дорабатываю желтые листики. На них можно немножечко сделать легкий контур. И будет как раз ощущение вот таких зазубренных листиков, которые бывают у розы, у шиповника. И вот у таких вот подобных культур растительных, у таких цветочков. Чуть желтым добавляю яркости на левой стороне. Затемняю еще стебелек коричневым туда, наношу затемнение. Доделываем самый низ, да, там где веточка потолще. Тоже на это обратите внимание. И можно перейти уже к нашим сиреневым и розовым цветкам. Чтобы их сделать, мы можем основу сделать с помощью сиреневого, либо розового. Тоже карандаш, либо мелок. В зависимости от того, что у вас есть рядом, их мы наносим. Немного можно растушевать, смягчить. И потом уже мы добавляем наверх белый и делаем более подробную прорисовку. Форма, конечно, очень небольшая, поэтому сами цветочки тоже будут маленькими. И вообще в таком вот формате открытки получается работа. Что касается остальных цветков, можно... А здесь я интересно рассказываю. В наборе есть розовый кратокалор. И я сравнивала его с тем, который у меня был до этого. А раньше, на что я тоже жаловалась, они очень пачкаются. Вот эти деревянные... Сама деревянная основа карандашиков кратокалор. И мне кажется, что сейчас они стали как-то лучше делать, и они уже не так сильно пачкаются. Вот сама вот эта древесина, да, понимаете, о чем я. Может быть, у кого-то тоже есть каких-то давних времен карандаши бренда кратокалор. Тоже они такие чумазенькие. Вот сейчас как-то дела обстоят лучше. Основу для больших цветков можно делать розовым мелком. Можете использовать довольно яркий, добавить туда несколько затемнений и контуров вместе с коричневым, особенно в серединку где-то побольше. И потом уже спокойно добавляем белый, потому что белый он будет перемешиваться вместе с розовыми, с коричневыми. И мы вот такую вот форму спиральки, характерную для розы, делаем, чтобы она закручивалась. И было ощущение, да, что лепестки, они к центру собираются, и там становятся более аккуратненькими и маленькими. Вокруг я дорисовываю сиреневым, можно использовать фиолетовый карандашик, можно использовать бордовый. С белым мы расставляем несколько бликов. Те цветки, которые белка держит рядом с собой, они образуют такую группу. Есть там отдельный снизу, справа, да, но в основном это такая общая форма. Кстати, стоит обратить внимание на фон, если там уплыл где-то у вас на фоне розовый, тоже ничего страшного, он будет работать как такая поддержка. Ну и вообще довольно вместе интересное получается сочетание акварельного фона и прорисованные пастели сверху. Тут мы сами управляем тем, какое количество нам нужно оставить именно подложки, сколько нанести пастели наверх. Это, да, там 50 на 50, либо в каких-то других количествах. Я доделываю здесь нижний розовый цветочек, и получается вот все основные розовые участки у нас готовы. Также, если хочется немного доработать фон, это можно сделать легко с карандашиком. Например, снизу, там где находится основание розы, я добавляю несколько оттенков, это темный коричневый и фиолетовый. Также немного бликов я добавляю туда с помощью белого и голубого. Там кричит Раймонд на дальнем плане, потому что Генрих не хочет с ним играть, и он вот так вот грустит и вот жалуется. Но это длится недолго. Ну, в общем, он пожаловался, что с ним никто не хочет играть. Раймонд! Все, вроде успокоился. Так, тем временем, мы переходим на белку. Что касается снизу, да, участка, где идет кустик, там фиолетовый, коричневый, голубой я еще добавляла. И также там идет белый, да. Белый это для осветления, для яркости, чтобы там поверхность у нас больше блестела. По белочке. Коричневый понадобится основной, он может быть довольно темный, но к нему нужно добавить точно что-то яркое и насыщенное, терракотовое, чтобы их вместе растушевать. И первая основа, она может быть довольно темная под белочку, потом мы добавим туда красный, добавим оранжевый. Если у вас есть оттенок какой-то красно-оранжевый, насыщенный, вот он точно подойдет. Можно будет и смешать свой уникальный оттенок для белочки тоже. Так, если приглядеться, она вроде бы спокойная, такая коричнево-красная. Где-то есть там вот всплески рыжего насыщенного оттенка, но не везде. А дело в том, что сама фотография сделана таким образом, что белочка и кустик, они находятся в тени все-таки, да. А сзади на дальнем плане мы видим яркий свет на фоне. Поэтому вот такие вот отчасти нейтральные цвета, но с добавлением яркого. Например, на мордочке там пару участков действительно ярких, насыщенных. Потом на ее лапке, где-то на ноге. В общем, очень избирательно мы можем наносить яркие оттенки терракотовых, красноватых, оранжевых и так далее. Когда мы базу сделали, то есть в нужном направлении, красноватый, коричневый, мы все нанесли. Постепенно осветляем с помощью бежевого, либо можно добавлять также и белый, если делаем это легко и в небольшом количестве. По чуть-чуть мы ведем штришочки вниз, осветляем. Хочется сказать про животик, что он не абсолютно белый, он, конечно, светлый. Но все-таки первый цвет, который вы на него наносите, может быть довольно нейтральный. Терракотовыми оттенками дорабатываем ее лапку, вытягиваем, делаем поярче. Ну а с белым можно проработать самые блестящие и светящиеся части. Здесь посмотрите на фон, чтобы была видна разница. То есть может быть две ситуации, ну даже три. С одной стороны белка, более темный, фон идет светлее. Вот, например, как на носике, есть такой момент, ну и часть у ушек тоже. А есть ситуация, когда у нас идет такое контуросвещение, свет более светлый на самой белке, вокруг нее, она как бы подсвечена. А фон, несмотря на то, что довольно нейтральный, он все равно получается более темным. И ту, и другую ситуацию можно использовать. Ну а третье, когда у вас не нужно каких-то делать сильных контрастов между предметом и фоном, и они одного тона получаются. Они примерно равномерные. Но вот такого плана, как у нас здесь контуросвещение, оно очень красиво, выигрышно всегда смотрится. И вот подчеркивает объекты, чтобы мы не рисовали в нашем случае белочку. Мы идем дальше с красноватым ниже на животик. И здесь из такого любопытного я добавляю светло-сиреневый, чтобы немного холодного, но уходящего в сторону все-таки розового-сиреневого уйти. Не добавлять каких-то серых, очень много. Хотя, что касается животика, там тоже серый может быть. Но чай шерсткий, она действительно идет с таким смолиновым, с немного фиолетовым переливом. Поэтому легкий сиреневый, там светлый может работать, как и осветление, и добавление вот этого дополнительного оттенка. Переходим с темно-коричневым. Мы делаем здесь ножки, лапки задние у белочки. Добавляю туда коричневый, чуть добавляю серый, там он тоже есть. И, конечно, более насыщенный красный с левой стороны. В нужном нам направлении, как идет шерсть. Мы добавили, если нужно больше мягкости, то вы немножко растушевали, смягчили. Дальше можно доработать форму живота. Прям вот такая полосочка идет, одна полоска животика. И потом уже, где спина соединяется вместе с бедром белочки, задней ногой. Ее мы больше выделяем вперед. Добавляем туда оранжевых, добавляем красного туда. С темным коричневым, либо с темно-темно-серым, практически с черным. Мы можем еще причесать шерстку, сделать ее поактивнее. И когда наносите штрихи, таким образом обращайте внимание обязательно, чтобы было расстояние между вашими штрихами. Тогда поверхность будет выглядеть более пушистой. Драка котов происходит на дальнем плане. У меня не знаю, слышно или нет. Тем временем, я осветляю с белым. С белым правило точно такое же. У нас будут штрихи, между ними будут перерывчики, где коричневые и красные они просвечивают. И снизу ножки, кстати, лапки не видны особо, потому что они в расфокусе. Там не видно, ну и на земле она стоит. Займемся теперь самым интересным, да, гордостью каждой белки, это ее хвостом. Хвост у нас красноватый, терракотовый. Потом добавляю туда коричневый, коричневый. Здорово, если будет прям в теплый, в такой вот красноту уходить. Это касается всей белки. Туда можно даже сиреневый, фиолетовый, бордовый добавлять. То есть те, которые добавят фиолетоватый уходящего оттеночка на хвостике. Очень хорошо это видно. Я даже и чисто фиолетовый туда добавляла в небольших количествах. Потом для осветления можно добавить сиреневый, мягко, вот так нанести его, как блики. И если нужно переднюю часть выделить побольше, то туда еще с коричневым несколько мы добавляем прорисовок. По пушистей сделали. Хвост такой, как будто веером расходится. Чуть ли не как у павлина, да, хвост у белки. Но тут из-за ракурса так смотрится. Это вот просто потому, что такое расположение она подняла. И хвостик немножко идет на нас. Добавляю туда самые темные оттеночки. Ближе к нам чуть-чуть еще можно добавить яркости в старокотовом. И начинаем добавлять листья на переднем плане. Сначала со светло-желтым я делаю их светящийся контур. Наношу туда немного салатового. Добавляю белого для дополнительного света. Ну и чтобы почетче, поярче все это смотрелось. Также соединяю с левой стороной. Серединка тоже у нас будет в листиках заполненная. И сейчас мы добавим несколько оттенков разных зеленых. Можно потемнее, то есть смешать с более темными, с коричневыми, с серыми, с черными. Например, немножечко растушевать. Даже на абразивной бумаге, когда слой у вас довольно большой, то будет хорошо растушевываться. Где слой маленький, растушуется, но чуть-чуть. Но все равно такая вот мягкость, она будет появляться. Несколько бликов еще со светлом. А между лапок у нее снизу идет в расфокусе такой бежеватый красивый оттенок. Я бы его туда тоже добавила. Будет смотреться здорово. И нам нужно показать, что передний план, он более мягкий, такой прям размытый. А вот рядом с белочкой там добавляем небольшую прорисовку. Сейчас самое время доработать некоторые детали. Почетче сделать хвостик. Добавить больше темных. Кстати, в глубине хвостика его можно выделить. Добавить светлый на фон рядом с ним. Тогда он будет смотреться более четким и ярким. Также подсветить можно немного животик вместе с белым карандашом. Добавить в целом самые светлые и самые темные участки. Проверить кустик. Может быть его нужно доработать. По листикам там есть какие-то коричневые участки. Побольше бликов, побольше света. Добавляем на нижний план, чтобы хотя бы часть его полосочка была более прорисованной. Затемняю лапку. Немного потемнее в шерстке, где это нужно. Небольшие детали, блики на глазике. Все эти моменты проверили, сделали. Немного хочу посветлее сделать фон, чтобы он больше выделял белочку. Поэтому чуть-чуть добавляю туда белого. Ставлю подпись и наша картина готова. Продолжение следует...